Привет, друзья! Сегодня очень хороший солнечный день, и мы решили не терять времени, так как мы до сих пор работаем онлайн и живём на даче, мы решили посмотреть интересные места Ленинградской области. Приехали на одну из красивейших усадеб, которая называется Утешение. Усадьба является примером английской готики. Это очень красивое здание, сейчас оно находится на реставрации, и, скорее всего, здесь в скором времени будет пансионат. И сейчас я вам покажу это великолепное место. И вот сама усадьба. Это шикарное, просто шикарное здание. Посмотрите, какие большие красивые окна, его окружает лес. Во-первых, пойдёмте посмотрим, как это выглядит изнутри. Я оставлю ссылку на блог Дениса Спирина, из которого взяла информацию для данного видео. История возникновения усадьбы Утешение тесно связана с соседним имением Котлы. Эпоха здешних хозяев началась в 1730 году, когда Мыза и при ней деревня Котёл императрицей Анны Иоанновны были пожалованы генерал-майору Людвигу фон Альбрихту за помощь в оцарении на престол. В 1830-х годах супругами Иваном Львовичем и Эрминой Карловной была построена усадьба Утешения. На реке была возведена плотина, которая позволила создать небольшое озеро, на берегу которого был разбит парк, плавно переходящий в лес. Данная усадьба не была парадной резиденцией Альбрихтов. Своё название усадьба получила не случайно. В 1828 году умер старший сын Александр Иванович, герой войны 1812 года, портрет которого занимает почётное место военной галереи Зимнего дворца. А через три года умерла невестка, жена младшего сына Карла Ивановича Варвара. Уединённая расположенная усадьба предназначалась для спокойного и тихого отдыха. После Октябрьской революции усадебный дом был переоборудован под больницу. Согласно топографической карте 1938 года, посёлок назывался Утешение, насчитывал восемь дворов, больницу и водяную мельницу. И вот самое главное, самое основное, это шикарный вид на озеро. Сейчас это здесь всё уже заросло. В 2000-х годах усадьба была передана в аренду частной фирме, которая начала приводить здание в порядок. Судя по тому, что мы не увидели ни одной таблички, а двери не были заперты, у меня создалось впечатление, что усадьбу снова забросили. Мы решили заглянуть в маленькую постройку, в небольшой дом. Дом, который находится рядом с главным усадебным домом. Он был открыт. Посмотрите, здесь скорее всего... Вообще, в этом месте в советское время была больница. Вот там находится туалет и, скорее всего, здесь, возможно, кто-то жил. Может быть, какие-то люди, у которых не было дома или просто кто-то сюда приходил провести время. Смотрите, а там внизу находится подвал. Я думаю, что мы туда не пойдём, потому что мне немного страшно ходить в такие места. Скорее всего, раньше в этом месте внизу хранили вино. Стояли какие-нибудь винные бочки. Здесь какое-то пальто валяется на полу. Ну и тут какая-то, видимо, хозяйственная была постройка. Старая мебель. Когда место находится не под охраной, оно превращается вот в такую свалку мусора и непонятно чего. Контент 18+. Какая-то кассета. На кассете написано очаровашкой. Разве могли догадаться хозяева усадьбы прежние, что их шикарное место превратится просто в настоящий притон? Возможно, конечно, я надеюсь, что сюда просто бегали подростки, чтобы посмотреть разные запрещённые кассеты. Но в худшем случае, конечно, я даже боюсь представить, что здесь могло раньше происходить. Ну что, мы поедем в следующую усадьбу. Я надеюсь, что там мы не найдём никаких кассет со спорно-содержанием. Рядом с главным усадебным домом находится ещё одна постройка. Но она полностью разрушена. В ней нет окон. И сейчас я вам покажу. Как говорится, природа взяла своё. Посмотрите. Здесь уже проросли деревья. Крыши совсем нет. Очень красиво. Вот печная труба. Её видно. Какое-то просто превратилось в какое-то волшебное место. В этом парке раньше росли ясени, дубы, клены. Вообще было очень такое тихое, умиротворённое место. Но сейчас здесь очень много крапивы, об которую я уже несколько раз обожглась. Да, представляю, как здесь было здорово раньше жить. Мне немного жжёт ноги от того, что я обожглась крапивой. Но сейчас мы пойдём обратно к машине. Мы приехали во второе место. Это называется деревня Летизна. И здесь находится старый купеческий дом, который, конечно же, тоже уже больше похож на развалины. Сделан он из белого и красного кирпича. Дом весь зарос. Вроде как можно попасть внутрь. Сейчас мы поищем, где здесь вход. Нужно только обойти огромные лужи. Смотрите. Недавно был сильный дождь, поэтому здесь такие большие лужи. Деревня сама по себе очень милая. И вот этот дом. Вообще очень интересная видопостройка. Ну что, попробуем забраться внутрь. Мы решили осмотреть дом изнутри. Он уже разрушается. Но, смотрите, лестница ещё сохранилась. Внутри купеческий дом частично сохранил некоторые детали подлинного интерьера рубежа 19-20 веков. После Октябрьской революции в доме размещалась начальная школа. А в конце 90-х годов база отдыха какого-то предприятия. До недавнего времени, согласно местным преданиям, дом был частично обитаем. Посмотрите. Да, к сожалению, вообще всё разрушилось. Это даже выглядит даже хуже, чем я ожидала. Потому что, когда мы сюда ехали, я смотрела разные публикации в интернете. И здесь выглядело всё менее удручающе. Так, мне нужно каким-то образом попасть обратно. Я очень боюсь высоты, боюсь, что здесь всё обвалится. Так, пойду назад. Вот здесь у нас комната на первом этаже. Ох! Вот это, видимо, был оригинальный интерьер, оригинальная отделка. Да, посмотрите. И вот в углу стоит печка. С ними. С этими ещё старая газета. Да. Клеили, мы раньше обуви на них. Где ты взял? Ну, там лежала. А здесь потолок деревянный обвалился. Да. Нужно быть очень аккуратным. там птичка была стены одной из комнат под обоями были отделаны старыми газетами до революционного времени посмотрите здесь еще есть твердый знак в конце слов сейчас мы уже так не пишем слово труд слово город газета называется петербургский листок выпуск 86 вчера 28 марта интересно какого года нужно будет найти смотрите здесь есть объявление о том что сдается квартира в которой есть швейцар трехкомнатная квартира и кухня барская квартира и вот у нас здесь учительница музыки преподаватель уроков музыки с объяснением теории по новейшей и легкой методики детям и взрослым у себя дома многолетняя практика солидный что-то там не понимаю улица разъезжая очень здорово вот эта стена была обклеена газетами смотрите какой красивый вид открывался из этого дома мы приехали к месту на котором стоит церковь георгия победоносца в 1799 году на этом месте была построена деревянная церковь но к сожалению через пятьдесят пять лет она сгорела на новую церковь также деревянную пожертвовали деньги местные помещики и она была построена военным архитектором егоровым а в 1906 году здесь был возведен каменный храм в русском стиле по проекту инженера архитектора орехова в конце 90-х годов церковь пострадала от пожара и с тех пор она стоит вот в таком виде пойдемте посмотрим наше четвертая остановка на сегодня это копорская крепость которая была построена еще в 13 веке но несколько раз ее разрушали она переходила во владение то шведов то наоборот возвращалась в русскую империю и сейчас она охраняется потихоньку конечно же разрушается как и предыдущие усадьбы на которых мы были вот ну давайте сходим посмотрим крепость селе копорья впервые упоминается в новгородской летописи в 1240 году ливонские рыцари основали здесь деревянное укрепление которое через год было разрушено александром невским в 1280 году на том месте вырос русский каменный город копорья бывший в подчинении у новгорода он тоже простоял недолго уже в 1282 году его сравняли землей русские князья в междоусобных конфликтах построенное через 15 лет сооружение простояла нетронутым до конца 15 века затем архитектурный ансамбль крепости был ощутимо перестроен во второй половине 18 века копорскую крепость официально лишили статуса оборонительного сооружения она стала мало-помалу разрушаться и приходить в упадок это заброшенная также разрушенная церковь которая находится буквально в шаговой доступности от копорской крепости ну и последняя остановка это источник который также находится рядом с копорской крепостью а и Ну вот, друзья, как вы видите, в Ленинградской области есть большое количество и не таких известных мест, как, например, Пушкин, Павловск или Петербург. Приезжайте в Санкт-Петербург по туристической визе, по электронной визе, и вы сможете, взяв машину, посетить все эти интересные места. Санкт-Петербург